Всем привет! Вы на канале WMZAP. Сегодня у нас на ремонте интересный двигатель D4HA, это двухлитровый дизель. Снят он с Sorento XM 2011 год, по-моему. Ну не суть, то есть они с 10 по 12, если он двухлитровый, на автомате передний привод. Полного привода здесь нет. Такие шли именно на корейский рынок. В России их официально не продавалось. В чем жалобы вообще? Почему он здесь? И что мы с ним будем делать? Двигатель заглох на ходу, после этого владелец запустил его, но появился какой-то стук. Автомобиль приехал к нам на эвакуаторе, то есть запустили уже здесь в сервисе. Стук был такой страшный. Похож на шатунный, что собственно и подтвердилось. При отключении первой форсунки у нас стук пропадал, после чего мы сняли форсунку, чтобы убедиться. Когда у нас проворачивает вкладыш, у нас появляется зазор между вкладышем и шейкой коленвала. И ведем прошень вниз, чтобы у нас прошень шел вниз. И чем-то его доталкиваем, длинной отверткой. То есть, у нас прошень идет вниз, зазор уходит. И чтобы в этот зазор нам выбрать, нам надо еще его вниз дотолкнуть. Если он подталкивается еще вниз, значит у нас сто процентов провернул откладыш. Что собственно у нас и произошло. Сейчас будем разбирать, дефектовать. Скажу, такие двигатели, в общем-то, они часто капиталятся. Потому что они в целом, можно сказать, неубиваемые. Но, как оказалось, ничего неубиваемого нет. Состояние вообще, в целом, двигателя не лучшее. Он весь в масле, весь в грязи. Скорее всего, обслуживание было соответствующее. Так что это пока что, наверное, у нас будет первое предположение, что из-за некачественного обслуживания он отказался дальше работать. Продолжение следует... Да, его бы, конечно, отдать на профилактику. Тоже он что-то как-то печально выглядит. Здесь что-то мокрое было как раз. Только фросунка все было мокрое. Что-то разбирается на полу, потому что на стол, блин, такое говно. Не охота, блин, класть. Когда уже будет чисто, все будет собираться нормально. Так, что у нас здесь? Ну, ладно. То есть, эта вилочка стоит на месте, а заслонки у нас болтаются. Да, надо будет это все разбирать. Скорее всего, может даже удалять. Шкив рожавый, шкив надо будет менять. Фу, воняющий какой-то. Шкив он уже рожавчины раскидывает. Это значит, что эти две половинки, они уже между собой соприкасаются. Все из-за вот этой резиночки. То есть, она со временем разлазится, как демпфер. Вот. И начинают две половинки между собой стучаться. Сначала это проявляется, просто она потихоньку раскидывает ржавчину. Потом звук появляется такой звонкий. Вот. И, ну, уже в запущенных случаях, вот это уже отрывает резину. И получается коленвал вращается, а шкив уже стоит на месте. Когда он уже снят, можно его проверить, в общем-то, вот так вот. Бросать и, ну, слышно такой звонкий звук. Новый шкив, когда его вот так, ну, слегка бросаешь, то есть он такой, ну, глухой звук от него идет. Этот уже звенит, этот, ну, его нужно менять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 когда шатун, точнее, поршень достаёт до головки, он прямо отпечатывает то, что там на поршне выбито. Здесь нет такого. А первый, второй у нас получается провернуло. Вот эти буквы, цифры, они доставали, видимо, до головки и, соответственно, отпечатались там. Прокладку, видимо, ещё не меняли. Хотя у них есть проблемка, прогар. В принципе, вот он здесь уже пошёл между вторым и третьим цилиндром. Вот оно, черненькое. Вот чернота. Вот здесь у них, вот, она, в принципе, уже начала прогорать. То есть он, в любом случае, уже приехал бы на ремонт. Так, вот то, что я говорил. То есть, когда мы ведём поршень вниз и доталкиваем его, то есть чувствуется люфт. Такого быть не должно. Здесь, в общем-то, он не такой большой пока. Вот, а вот здесь прямо видно. Сейчас веду вниз и доталкиваю. Вот, на миллиметр ещё туда просаживаются. Ну, и видно вот даже по выступанию, как у нас всё. Этот клашин торчит. И как этот. Получается, мы не ошиблись с диагнозом. Добрались мы до коленвала. Ну, в принципе, вот уже, уже виднеется люфт. И на втором. Ну, сейчас, второй сейчас, да, покажу. Ну, видно, вот он какой-то уже такой посиневший. Ну, видим. Перегретый. Перегретый, да. Перегретый, да, шатун. Всё. Металлолом. Шатун металлолом. Да и колено. Колено тоже металлолом. Здесь что-то более-менее, конечно. Ну, всё. Верхняя, верхняя часть вкладыша уже тоже хотела провернуться. Так, третий. Блин, почти в идеале. Второй в мясо. Второй в мясо. Шатун. Не-не-не. Не приплавился я дну. Сейчас ещё вопрос у нас по коренным вкладышам. Провернуло ли их? Если у нас вкладыши коренные провернуло, то это, соответственно, всё. Блок идёт в помойку. Вот. Потому что, ну, можно, конечно, восстановить в теории, но это бессмысленно. На самом деле. Здесь вкладыш. Ну, поюзанный, но более-менее. Так. Четыре лоты. Ох ты, блин. Здесь тоже более-менее. Здесь тоже. Я ебут. Всё. Всё. Металлолом. Ну, покажи. Проверну его, смотри. Всё. Это какой? Смотри, его корень проверну. Второй корень. А чё с первым? Нет, первый. Это потому что прям вообще легко снять. А шатунные тоже? Шатунные, да. И корень провернуло. Второй. Первый, да? Второй. Второй. Нет, шатунные. А, шатунные, первый и второй. Блок у нас отправляется в помойку. Колено тоже? Колено? Да всё вот это вот. Это да. Приплавило он. Хрен снимается. А не. Снялся. Он его намотал. Он его намотал. Даже этот канал, блин, заварило. А не это. А не, снимается. Вон там аж заплавило канал, блин. Так, ну ладно. А почему это произошло? Ты без масла катал? Ну масло было как бы. До этого? Ну до этого да. Никто не знает. Так, что у нас здесь? То есть здесь у нас получается вот у нас привод маслонасоса у нас осуществляется. Здесь стоит шестерня. Вот эта шестерня у нас вращается в коленвала. Вот так это всё дело стоит. Вот эта шестерня у нас вращается от коленвала. Передается сюда. И, соответственно, всё это дело начинает у нас вращаться. А уже масляный насос вращается от этого балансира. Вот его шестереночка. И люфт на этой шестереночке, мягко говоря, не маленький. И вполне возможно, что это и стало причиной всех бед. Ну здесь видно, что он... Ну это уже, наверное, после того, как повернуло вкладыши, здесь видно, как он перемалывал что-то. Ну, скорее всего, вкладыши. Здесь такие раковины прям вмятины. В общем, пока наша основная теория, в общем-то. Вот, что износилось посадочное место на валу. Вот выработка, видно, блестящая. И, соответственно, здесь тоже. Ну, видно, что оно должно быть, ну, грубо говоря, прямоугольное. Вот эти торцы должны быть ровные. Они у нас уже дубы. То есть это у нас износилась шестереночка. И, соответственно, из-за этого люфта была потеря давления, в общем-то. Что, собственно, и стало причиной проворота вкладышей. Какой вывод? Либо пробег на автомобиле. То есть там на щитке вообще 218, по-моему, тысяч. Либо пробег на автомобиле смотан, ну, как минимум раза в два. То есть там 1500, наверное. Либо, блин, реально за 200 тысяч так износилось. Ну, это, блин, не знаю, наверное, единичный случай. Я все-таки склоняюсь, что там пробега, наверное, полмиллиона. Вот за полмиллиона, я думаю, такое могло произойти. Вот. Потому что больше я, ну, не встречал таких проблем. Причину мы установили. Сейчас мы владельцу уже звонили, в общем-то сообщили об этом. Владелец должен подъехать. Сейчас ему все наглядно покажем, расскажем. И он будет думать, принимать решение. Еще даже не проценивали, сколько будет стоить восстановить этот двигатель, его. Но, я думаю, и нет смысла даже, наверное, считать. Будет проще поставить контрактный мотор в сборе. Потому что, ну, весь мотор, куда они кослись, он там требует замены агрегатов, деталей. И ценник, если новый ставить, будет вообще конский. Я думаю, машина столько не стоит. Поэтому будет проще всего, да, проще и дешевле поставить контрактный мотор. И надеюсь, что он отъездит долго и счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok